Надо сделать обложку для этого видео. Камера, мотор. О, какой он тяжёлый. Поехали! У меня выучено где-то половина. И переходит в... В компании с утюгом. Знаете, какие-то заберемые вопросы. И теперь... Хорошо. Привет! Короче говоря, сегодня я пришла с учёбой. И вырубилась спать на какое-то количество времени. У меня сел телефон, я просто пришла, легла всё. Я в отключке. Но у меня завтра анатомия, и она не доучена. Поэтому этой ночью мы с вами не спим. И поэтому этот видос... Нет, в смысле, вы спите, пожалуйста. Я не сплю. Я буду доучить анатомию. Как минимум, потому что я просто вырубилась и спала после пар. И ночью я не засну уже, скорее всего. Потому что проспала я много. Не знаю точно сколько, потому что я не видела времени, когда засыпала. У меня выучено где-то половина. То есть вот бедренная кость, её анатомические особенности. Малоберцовая, большеберцовая кость тоже у меня выучена. А дальше суставы, всё самые сложные связки, это не выучено. И нужно доучить. И я буду делать это ночью. Плюс мне нужно повторить прошлые темы, потому что у меня отработки. Мне нужно их рассказать. Ещё у меня коллоквиум на следующей неделе. В общем-то, давайте приступим. Анатомию мне, кстати говоря, нравится учить. Просто не хватает времени, я не доучиваю. Или до такой степени устаю, что просто прихожу и вырубаюсь. Поэтому у меня отработки. В целом, Косте не так сложно учить. Можно нормально сдавать анатомию. Это просто вот я хочу заниматься и фигурным катанием, и тренировки по лёгкой атлетике хочу ходить. И хочу встречаться с друзьями. Ко мне как раз приедет подруга. Я так рада этому событию. Она должна приехать в эту пятницу. Я её очень сильно жду. Стараюсь делать всё максимально наперёд. Все свои долги закрыть. Хотя сегодня у меня появился новый долг. Видимо, я опять где-то затупила. Что-то написало не то. Если вы думаете, что я учусь на дне пятёрки в медицинском, нет. Я учусь хорошо-удовлетворительно. Вот так. Не отлично. Ой, я при этом не угнетаю себя за это. Не знаю, я не бегу сейчас прямо за пятёрками. Хотя у меня был синдром отличницы. Я, к счастью, от него избавилась. Сейчас я хочу себе намешать творога со сметаной. Давно так не делала. Такая вот слышимость тут. Я один раз проснулась в 3 часа ночи от того, что какой-то мужик говорил по телефону. Короче, сейчас я собираюсь поесть творога. Потом я снова пройдусь по этим костям. И после перейду к суставам. Это довольно сложно. Их тут дофигища. Коленный сустав это вообще трэш. Ну или я сейчас так думаю. А потом я буду думать, что, о боже, коленный сустав. Это была самая лучшая тема в моей жизни. Творог отменяется. У меня есть рис. И я сейчас помидорами его поем. В компании с утюгом. А сейчас давайте немного поговорим о ментальном здоровье. Ранее я никогда не прибегала к психотерапии. Но недавно мне предоставилась чудесная возможность это исправить. Вчера у меня прошла первая сессия. И это было просто опалдеть как круто. Нет, правда, я по-прежнему в шоке от того, что ты просто выговорился нужному человеку. И тебе стало настолько легко. В последнее время у меня было много переживаний. Как минимум из-за ситуации в мире. Из-за собственных проблем. Куда без них. Но после сессии у меня спала как минимум половина груза моих переживаний с плеч. Чувствую себя сейчас намного лучше. И все благодаря сервису Ясно. Ясно это онлайн сервис психотерапии. Созданный психологами. Поэтому можете быть уверены в квалифицированной помощи. Этот сервис невероятно удобен в использовании. Достаточно просто указать свои предпочтения по времени. И галочкой отметить свой запрос. И алгоритм подбора покажет вам психологов. Которые свободны в это время. И которые подходят именно вам. Сессии проводятся по встроенной камере на сайте сервиса. Или в приложении. Что тоже очень удобно. Ведь консультироваться можно из любой точки мира. Поэтому если сейчас вы чувствуете, что вам необходима помощь специалистов. То я вам искренне советую сервисы Ясно. Я сама испробовала на себе их консультации. И пребываю в полном восторге. К тому же по моему промокоду SOFICA. Вы сможете получить скидку 20% на первую индивидуальную или парную сессию при регистрации. Если вам это нужно, то переходите в описание. Я почти выучила от изобедренный сустав. Сейчас покажу. Вот такая вот красотища. Признаться честно, ни к одному опросу по анатомии, то есть ни к одной паре по анатомии, я дома не учила суставы. Просто так выходило, что меня спрашивали самые последние. То есть меня спрашивали уже спустя 3 с лишним часа после начала пары. Ну там перерывчик еще есть 20-ти минутный. И за это время я выучила все суставы. Прямо на паре, просто очень внимательно слушала. И ты реально пока слушаешь, пока все это записываешь. Плюс спрашивают других, они это проговаривают по несколько раз, и ты все запоминаешь. Я выучила так все суставы кисти, хотя дома я их не учила. Но я их все прекрасно знаю, потому что очень внимательно слушала преподавательницу и всех отвечающих на паре. Поскольку у меня вся ночь впереди, и меня не рубят спать, потому что я спала после пара, как я уже говорила. Я буду делать перерывы каждый раз, когда мне это нужно будет, не сидеть все 5 часов подряд, что я практиковала, когда готовилась к егэм. Поэтому сейчас я что-нибудь гляну, поем винограда. Правда он с костями, но он такой вкусный, но он с костями. Ретинокулюм. Ретинокулюм. Такая вот пусси-джуси на тусси. На самом деле, вот в этой моей подготовке к анатомии мне очень сильно не хватает человека, которому я бы это все рассказывала, и который бы это реально слушал очень внимательно. Потому что так реально надоедает, вот просто ты предоставлен сам себе, это, конечно, очень круто, но надоедает. Хочется с кем-то поговорить. Вот именно по этой теме, именно по теме, например, коленного сустава. Почему бы нет? То есть, когда ты читаешь, ты можешь бездумно читать, когда ты пишешь, ты можешь бездумно писать. Это вот как я лекции пишу, когда очень быстро диктуют, я вообще ничего не думаю, я просто хочу записать это все успеть. Потому что не хочу писать дома, у меня нет времени. Что касается анатомии, ну, в целом все нормально. Да, я закрепляю свои брови лаком для волос, потому что что другое их не держит. Короче, у меня сегодня нет двух первых пар, но я все равно иду к девяти, потому что есть какой-то там медосмотр. Мне нужно постараться очень сильно не забыть все документы, у меня ничего не собрано. Конечно же, с вчерашнего дня, потому что я просто училась. Сейчас надо быстро собрать рюкзак, сколько время вообще? У меня четыре минуты, погнали. В нашей библиотеке кому-то выдали привис, а кому-то сапин, а у меня сапин. Я дома. Короче, как я и говорила, должен был быть медосмотр, но он и прошел очень быстро. Осталось очень много свободного времени до пары по анатомии. То есть я могу сейчас как минимум два часа потратить на закрепление темы. Два часа, и это время я хочу потратить с пользой. Кстати, если купила здесь цель, чтобы перекусить перед анатомией, потому что дома у меня все закончилось. Но я это исправлю сегодня вечером. Вот на моем яичке, давайте начну все-все-все-все-все повторять. Здесь в конце мне нужно кое-что по суставам доучить. Не повторить, а доучить. Но я думаю, что мне этого времени хватит, погнали. Так, окей, еще раз быстренько пробегаюсь по анатомическим особенностям бедренной кости. Итак, бедренная кость фемур. Бедренная кость имеет среднюю часть и два конца, проксимальный и дистальный, или диафиз и два эпифиза. Значит, проксимальный эпифиз состоит из головки бедренной кости, капут, феморис. Лучше начинать объяснять, я думаю, с малого и большого вертела. Это такие шероховатые отростки. Есть большой и малый. Это интероль, трехандерика майер, трехандерика минор. Далее от большого вертела по передней поверхности бедренной кости располагается межвертельная линия, которая проходит в медиальную сторону и переходит в гребенчатую линию. Вспомнила! Гребенчатая линия Толинея-Пиктинея. Это по передней поверхности бедренной кости. По задней поверхности от большого вертела, напомню, трехандерика, напомню сама себе, трехандерика майер располагается межвертельный гребень, это криста интертрехандерика. Чуть выше него есть межвертельная ямка, это фавеа интертрехандерика. И межвертельный гребень начинается с такого кубовидного бугорка, туберкулиум куб... кубоидыум вроде бы. И он достигает малого вертеля, трехандерика минор. Что ж, я теперь просто прекрасно знаю бедренную кость, большеберцовую и колени. Сейчас собираюсь перекусить вот этим вот сэмвичем. И сейчас его по-царски с чаёчком, значит, поем, не как в понедельник с водой и возле кабинета. У меня осталось чуть больше часа, чтобы повторить все суставы и связки. Но связки нетрудно, потому что там всё по названию костей. Как суставы, в принципе. Поэтому всё, повторяю. Ну а это было всё моё видео. Большое вам спасибо за просмотр. Не болеете, не обижайтесь своих близких. И до нового видосика. Пока. А, кстати, на Анатоме в тот день меня и не успели спросить. Вот прикол, да? Крестики, нолики, две Миланы в домике. Укатились наши шарики за ролики. Улы, улыбаемся, разгоняя тучки. Люди отзываются, что мы две почемучки. Отпути, не путю. Никому я говорю, не путю.